Привет всем! Сегодня речь пойдет о маленьком хоббийном станочке для нарезания зубьев и изготовления шестеренок, созданный Томасом Джейкобсом. Изначально станок задумался как средство для демонстрации способа нарезания резьб с помощью модульной фрезы. Станок содержит очень необычные конструктивные решения, о которых мы будем говорить в процессе разбора. Первое визуальное знакомство открывает перед нами обилие передаточных шестеренок, которые компенсируют отсутствие второго двигателя при наличии двух шпинделей и позволяет расширить в достаточно широком диапазоне передаточное число и тем самым скорость вращения заготовки. В итоге это позволяет изготовить шестеренки с различным числом зубьев и различным шагом. Хочу сказать, что все подачи у станка ручные, хотя кто мешает поставить шаговые двигатели на все координаты, но я бы поработал на таком и без них. Левую часть станка занимает продольная подача с рукояткой для перемещения суппорта по направляющей формы ласточкин хвост. На ней крепится на Т-пазы поперечная подача, также имеющая столик с Т-пазами. Кроме этого, поперечная подача может поворачиваться на нужный угол, что дает возможность нарезания шестеренок с косыми зубьями. На Т-пазы поперечной подачи находится вертикальная подача, на которой жестко закреплен шпиндель с заготовкой. Шпиндель с фрезой крепится в своеобразную бабку с двумя подшипниками и открытым корпусом, а бабка уже жестко фиксирована к чугунной станине. Вращательный момент передается от двигателя через ременную передачу на систему шестеренок, которые кроме передачи момента на шпиндель с фрезой, крутят еще и карданный вал с двумя шарнирами, предназначенный для передачи вращения на шпиндель с заготовкой. Система ведомых шестеренок гитары фиксируется к станине в нужное положение посредством вертикального кронштейна с отверстиями для регулировки по высоте специального плеча, на котором уже непосредственно и крепятся шестеренки различного диаметра. Форма кронштейна, как и плеча, могут варьироваться в зависимости от требований по передаточному соотношению. Вращательный момент от карданного вала к шпинделю передается через червячный механизм. Очень интересным решением, позволяющим вырезать шестеренки с номерами зубов равные простым числам, является дифференциальная передача, находящаяся на шпинделе с фрезой. В зависимости от требований к выполнению нужной задачи, к заднему концу шпинделя с заготовкой может крепиться шестеренка с прямыми зубьями для осуществления автоматической подачи в поперечном направлении. Коническая для передачи через карданный вал на продольную подачу вращательного момента и червячная для автоматической подачи на оси Z. Детали для всех этих превращений были в комплекте. Чуть позже Том Хаммонд, вдохновленный данным станочком, создает свою версию станка с небольшими отличиями и дополнениями. Например, форма бабки у него является полностью закрытой, а крутящий момент двигателя передается непосредственно к шпинделю бабки, что существенно уменьшило количество деталей для передачи момента, а также позволило развернуть двигатель в противоположную сторону для более безопасной работы. Чуть по-другому реализованы и кронштейны шестеренок гитары. Теперь у них нет лишних подвижных соединений, что немало увеличивает жесткость. Есть отличия и в поперечной подаче. В данном случае она находится на вертикальной подаче, хотя конструкция автоматической подачи точно такая же. Также отличительной особенностью станочка является и достаточно массивный лоток для сбора стружки, отлитый в корпус станка. А теперь посмотрим на его работу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем за внимание! Всем пока!